На который ссылается и в нашем сюжете по поводу того, что действительно определенная взвешенная реакция стран Запада, она соответствует растущей тенденции, что давайте так мягко говоря, более-менее так прохладно люди, представители и лидеры стран Запада восприняли вот эту очередную ядерную риторику кремлевского диктатора. Если прослеживать реакцию западных лидеров еще начиная с полномасштабного вторжения Российской Федерации и по сегодняшний день, то конечно же есть прогресс в этом смысле, потому что стоит понимать, что еще в первые дни большой войны тогда многие опасались, что Путин действительно будет готов пойти на такой шаг, что он может применить оружие массового уничтожения, если например Украине будут предоставлены те или иные типы вооружений, которых не было на территории постсоветских стран никогда, собственно говоря. И когда уже начались первые поставки, когда все-таки наши партнеры поняли, что нужно Украине помогать, сдерживать российскую агрессию и далее выталкивать россиян из территории Украины, и когда вот например мы получили первые хаймерсы, первую бронированную технику и тому подобное, то ничего не произошло. Владимир Путин не применил оружие массового уничтожения, имея ввиду как раз таки ядерного характера. И собственно это означало, что фактически все, что он говорил, это был блеф. Но понятно, что не все поняли, что так оно есть и много скепсиса еще дальше продолжалось в отношении того, стоит ли помогать Украине в той мере, в которой нужно. Возможно следует как-то с Путиным договариваться, возможно следует какими-то иными способами, скажем так, помочь Украине, либо заставить Россию сесть за стол переговоров, в частности через санкционное давление и тому подобное. Но все-таки больше голосов было за то, что Украине нужно помогать более серьезно, нежели раньше. Ну и конечно же делать все возможное, чтобы она побеждала. Но мне кажется, что самым таким главным рубиконом в этой ситуации, это была все-таки операция в Курской области. Когда боевые действия, этому передавали, конечно же, перед этим были атаки вооруженных сил Украины по тем или иным объектам Российской Федерации, как на оккупированных территориях, так и на территории самой России, это также был один из главных рубежей. Но все-таки там, скажем так, еще не было уверенности, насколько Путин будет готов все-таки применить ядерное оружие. А вот когда уже боевые действия непосредственно перешли на территорию России, мне кажется, вот это полностью раскрыло глаза нашим партнерам. И буквально таких публикаций очень много начало выходить о том, что все-таки Путин действительно блефует, что он не готов применить оружие массового поражения против Украины, либо других стран, которые нам помогают. И мне кажется, что это действительно очень важно на данном этапе войны, что все-таки те опасения, которые были раньше, они были не обоснованы, либо были завышенные бои из-за того, что Путин все-таки готов пойти на этот шаг. Но, по моему мнению, он, конечно же, на это не пойдет. И каким бы он ни был, он все-таки понимает, что тогда это будет катастрофа для самой Российской Федерации. Потому что западный мир не оставит все просто так. И более того, от него от России отвернутся все. И фактически Россия будет трещать по швам, потому что это будет означать, ну, фактически, коллапс всего, что только можно, если применить вот это оружие судного дня. И вот видим даже на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Китай, Бразилия и еще 10 государств предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия. Против Украины. И они сделали совместные заявления. То есть, фактически, даже те страны, которые имеют тесные отношения с Россией. Китай – это один из главнейших союзников в нынешнее время. Ну, и Бразилия, конечно же. Мы знаем, что они как раз-таки презентуют этот китайско-бразильский мирный план и пытаются остановить войну, но уже под тем взглядом, который есть у них. Это отдельная тема, но тем не менее. То есть, они придерживаются тесных отношений с Россией. Но они, если даже они предостерегли Россию и фактически дали понять, что это будет однозначно шаг против мировой безопасности и против всего того, над чем работала международная сообщность на протяжении десятилетий, то, конечно же, это действительно важный сигнал для Путина, что он, пускай даже не думает применять оружие массового уничтожения, а как раз-таки в этом заявлении говорится и о ядерном, и о химическом, и о биологическом типах вооружения. То есть, весь спектр, который, если наиболее опасен в мире, то мне кажется, что если бы он на этот шаг пошел, то это еще более сплотило бы все человечество, и тогда Россия бы не смогла спокойно существовать на международной арене. Вот поэтому я думаю, что есть позитивные сдвиги в понимании того, что Путин блюфует, но, тем не менее, все-таки его предупреждают, чтобы он и не смел все-таки его применять. Ну, как-то так. Станислав, ну давайте далее поговорим о реакции, который уже звучал на вот эту риторику со стороны Владимира Путина, безответственными назвал ядерной угрозой кремлевского диктатора гостики ТССА в Америке Энтони Блинкен. Также он отметил, что сейчас миру необходимо разоружение. В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал не поддаваться на запугивание российского диктатора и подчеркнул, что такие методы являются краеугольным камнем кремлевской пропаганды. Давайте услышим эти позиции и продолжим с вами беседу. Абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом раньше, когда Путин брицал ядерным мечом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда весь мир собрался, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения. Энтони Блинкен, госсекретарь США, в интервью MSNBC. Запугивание демократического мира ядерным оружием является краеугольным камнем кремлевской пропаганды. Ее цель – остановить поддержку Украины и продолжать российскую оккупацию. Корректировка российской доктрины с целью упрощения применения ядерного оружия является частью этого запугивания. Давайте не будем поддаваться на это. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии в соцсети ИКС. Станислава, скажите, вот по вашему мнению, да, вот как лично вы считаете, а почему вот эта ядерная риторика вот так обострилась? Что, что-то угрожает путинскому режиму? Чего ж так опешил главный в Кремле? Ну, мне кажется, что это индикатор не силы Российской Федерации, а ее слабости. Потому что мы должны понимать, что угрожать ядерным оружием стране, которая добровольно от него отказалась, имею в виду Украину, когда мы также были ядерной державой и смогли пойти на этот шаг, чтобы этого оружия стало меньше в мире, то Россия, которая подписывала Будапештский меморандум с той целью, чтобы гарантировать наоборот нам безопасность той стране, которая отказалась от ядерного оружия. Ну, мне кажется, это однозначно показатель того, что Российская Федерация слаба. Путин понимает, что он не может победить в этой войне и не может победить даже государство, которое не имеет ядерного оружия, это интересный парадокс получается. То есть у него фактически не осталось никаких аргументов, и он об этом сейчас говорит. Да, мы понимаем, что Украина самостоятельно не стоит против России, нам помогают, у нас есть свои партнеры и союзники, но и Российская Федерация не сама с нами воюют, скажем так, она получает такую же помощь военного характера от Ирана, от Северной Кореи, товарами двойного назначения помогает Россия и Китай, ну и еще есть те акторы, которые могут России помогать в той или или иной степени, и в этом плане мы можем говорить про паритетность, то есть помогают и нам, помогают и Российской Федерации. Но почему Россия не может признать, что она не может выиграть войну, что она не может достичь тех целей, которые были поставлены еще до полномасштабного вторжения, и зачем угрожать и Украине, и фактически всему миру ядерным оружием, потому что на Украине это бы не остановилось. Были бы ответные удары со стороны наших союзников, скорее всего, либо эти удары, которые бы попали по Украине, они бы также могли бы так или иначе попасть и по, например, государственным членам Альянса, и тогда это вызвало бы ответку с их стороны. Ну и тогда бы мир полностью бы был разрушен фактически, это была бы мировая катастрофа. Вот. И сейчас говорить о ядерном оружии, ну как это мне кажется, это очень нецелезообразно, мягко говоря, но на самом деле это шокирует, потому что Россия, которая распиарила свои вооруженные силы еще в предыдущие годы до вторжения в Украину, когда они говорили, что не вторая армия в мире, но она может уже скоро стать первой, вот, намекая, что они уничтожат Соединенные Штаты Америки. Вот. И столько ресурсов выделялось на оружие, на разработки якобы, хотя на самом деле мы не видим, чтобы в России что-то вышло такое, чтобы действительно могло удивить в хорошем смысле этого слова весь мир. Вот. А на самом деле, что бы ни делали, ну, это получается автомат Калашникова, но автомат Калашникова, как известно, уже сильно устарел в современных вооружениях, и поэтому Москва и не может выиграть этой войны. Вот. Но мне кажется, что, тем не менее, даже если мы все понимаем, что Путин балифует, все равно нужно постоянно говорить международным партнерам, всему мировому сообществу о том, что Российская Федерация – это действительно мировой террорист, это режим, который не считается ни со своими людьми, ни с другими. То есть, фактически, Россия – это страна, которая однозначно не может свободно существовать с другими государствами и с другими игроками. То есть, нужно Украине всячески помогать, но и, конечно же, следить за тем, чтобы Россия все-таки не применила этот тип вооружений, потому что тогда уже будет слишком поздно. Поэтому тут не стоит, конечно же, расслабляться, стоит все это контролировать и делать все возможное, чтобы Россия никогда не смогла применить оружие массового уничтожения. Абсолютно, абсолютно. Станислав, спасибо вам за разговор, благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт международник, был с нами на прямой связи. У нас сейчас будет небольшой перерыв, после мы вернемся к обсуждению новых тем. Не переключайтесь.